всем привет друзья в этом видео речь пойдет о компрессоре а если быть точнее все комплектующие такие как шланг обратный клапан клапан тонкой регулировки камень для распыления видео постарался сделать коротеньким чтобы не занимать ваше время будет супер если вы отблагодарите лайком и подпиской на канал за что заранее благодарен для того чтобы собрать все воедино необходим компрессор я использую фирмы пампс практически бесшумный за исключением пузырьков самом аквариуме очень даже неплохой рекомендую о нем сниму отдельное видео также нам понадобится клапан тонкой регулировки тут по желанию если вы захотите сделать больше или меньше следующий аксессуар обратный клапан он обязательно должен присутствовать так как вода может пойти в обратном направлении может коротнуть компрессор да и вода выльется из аквариума шланг желательно брать силиконовый мягкий чтобы хорошо гнулся так как передавливание воздух может плохо поступать будет меньше пузырьков а работать будет не на полную мощность перейдем к сбору всех комплектующих первым делом подсоединяя силиконовую трубочку она должна плотно заходить и соскальзывать следующим шагом необходимо определиться с местом где будет располагаться клапан тонкой регулировки ими словами краник которым делаем больше или меньше подачу пузырьков место где вы его поставите совершенно не имеет значения а вот по самому кранику хотел бы отметить модель краника который вы видите сейчас на своих экранах является самым распространенным один из дешевых и простых клапанов регулировки отсюда вытекает его качество довольно сложно ословить момент те пузырьки будут идти с необходимым напором я бы рекомендовал брать более дорогие экраны или вовсе его не ставить я же краник расположил ближе к компрессору обрезаю шланку состыковываю краник далее стыкую шланку на другой конец крана перехожу к обратному клапану а вот он уже является обязательным аксессуаром так как говорил ранее если его не поставить столкнетесь с проблемами данный обратный клапан также является распространенным но свою функцию выполняет а это самое главное вода не пойдет обратно но обезопаситься все равно стоит компрессор вешайте всегда выше аквариума на более дорогих обратных клапанах и есть стрелочка направления как правильно его устанавливать моем случае его нет но проверить как правильно установить очень легко подуть в одно из отверстий если воздух проходит значит направление обратного клапана правильное аналогично обрезаем до необходимой длины шланга соединяем обратный клапан на этом сборка практически закончена осталось только присоединить камень распыления данную модель камня я называю чупа чупс одна из самых распространенных из недорогого сегмента неплохо себя зарекомендовал но и с ним есть маленькие нюансы с которыми вы скорее всего столкнетесь многие после установки сталкиваются с тем что обилие пузырьков мало или вовсе в воздух проходит не через камень а через соединение пластмассовое с камнем это совершенно не означает что камень бракованный и необходимо бежать на рынок и менять данный маленький но очень неприятный момент связан непосредственно с вашим компрессором но об этом я сниму отдельный ролик чтобы не занимать время простыми движениями надеваю чупа чупс на силиконовую шлангку длину последней заранее замеряйте чтобы вам ее хватило в самом аквариуме а также метраж позволял поднять компрессор над аквариумом но если у вас шумный компрессор и вы хотите сделать тише обычно большой метраж шланга помогает убрать большинство шумов все готово давайте посмотрим что с этого получилось компрессор практически бесшумный но бульбочки довольно таки обильные и они дают довольно сильный шум я бы сказал даже больше чем фильтр на этом видео подходит концу благодарю всех кто досмотрел до конца до новых встреч пока пока а